Всем привет! Меня зовут Харитонов Антон. Я имею научную степень по физике. Я работаю в Институте физики Казанского Федерального Университета. Также я работаю на кафедре общей физики, ввиду занятий у студентов, а так и о научной сотруднике. Сегодня я попытаюсь ответить на такой достаточно провокационный вопрос. Могут ли материалы думать? Раз у нас речь пойдет о материалах, то давайте сразу обратимся к таблице Менделеева и рассмотрим такой элемент, как углерод. Известно то, что из углерода состоит графит, это грифель карандаша. Также известно то, что алмаз тоже полностью состоит из углерода. Тогда вопрос, как так получается, то что оба эти вещества состоят из одного и того же, но графит такой хрупкий, то есть мы можем легко сломать карандаш, а алмаз самый твердый минерал на Земле. Почему так? И ответ такой, что атомы углерода в этих двух материалах упакованы по-разному. То есть вот здесь показано, как они сложены. Получается то, что взяв какой-то атом и складывая эти атомы в различные конструкторы, мы можем получать новые свойства материала. Впервые эту идею высказал нобелевский лауреат по физике Ричард Фейман в своей знаменитой лекции «Там внизу еще много места». Эта лекция была в 59 году еще. Зачем нам новые материалы? Почему ученые так усердно бьются над тем, чтобы получить новый материал? Ну, реальность такова то, что нами движет тяга к чему-то новому, тяга к познанию. Что будет, если сложить атомы вот в такой хитрый конструктор? Интересно. Если же говорить с более прагматичной точки зрения, то речь, конечно же, идет об улучшении различных характеристик материалов. То есть в примере с алмазом и графитом это была прочность, да? То есть мы могли увеличить прочность. Если, например, говорить о материалах дисплеев, которые у нас на смартфонах, то ученые хотят собрать, собирают вот такой хитрый конструктор для того, чтобы увеличить яркость свечения этих материалов. То есть а можно ли получить какое-то принципиально новое качество? То есть такое свойство материала, с которым мы вообще никогда не сталкивались и даже никогда не задумывались. Это такое хорошее упражнение для фантазии, да? Что-то вот помимо вот этих вот свойств придумать. И такой фантазией, одной из таких фантазий является научить материалы думать. Сразу же мне сейчас многие возразят, скажут то, что у нас ведь есть компьютеры, зачем нам так изощряться, заставлять материалы думать. И действительно, компьютеры, которые у нас у всех сейчас есть, они решают практически все задачи повседневные, серфинг в интернете, работа с документами, программирование, обработка фотографий и так далее. Но существует и второй класс задач, которые на порядок сложнее. Вообще, развитие высоких технологий напрямую связано с выполнением каких-то очень сложных вычислений и обработки гигантских объемов данных. И становится понятно, что требуется все больше и больше мощности компьютеров. Когда дело дошло вот до самых современных задач, которые здесь представлены, это машинное обучение, бигдата, моделирование сложных систем, даже самые крутые суперкомпьютеры показали свою неэффективность. Это заключалось в долгом времени расчетов и в больших энергозатратах. Ну, например, вот чтобы рассчитать какую-то сложную биологическую молекулу, ее свойства рассчитать, то могут понадобиться недели. Или для того, чтобы обучить какую-то простую нейросеть, может понадобиться такое количество энергии, которое бы хватило для того, чтобы обеспечивать три больших дома целый год. И становится понятно, что развивать вот эти вот такие технологии для их развития требуется от компьютеров все больше и больше мощности. Вот, существует... Ну, на самом деле, наращивание мощности существующих компьютеров сталкивается сегодня с рядом принципиальных ограничений. Вообще, процессор компьютера состоит из транзисторов. Чем больше транзисторов на чипе процессора, тем больше производительность, тем больше мощность. Вот существует такое наблюдение, которое называется законом Мура. То, что количество транзисторов, от которых зависит мощность, удваивается каждые два года. То есть производительность у нас каждые два года удваивается. И вот этот вот закон, он хорошо выполнялся до примерно 2010-х годов. То есть вот это вот зелененький закон. И вот это удваивание достигалось за счет того, что мы уменьшали размеры транзисторов. То есть вот у нас есть какой-то чип, и чтобы увеличить количество транзисторов на нем, надо сделать их просто меньше, больше поместиться тогда. Однако компьютеры, которые сегодня выпускаются, уже не успевают за темпами вот этой вот зависимости Мура. Видно, да, вот здесь вот то, что у нас уже идет такое вот отставание. С чем это связано? Вот сегодня транзисторы имеют техпроцесс примерно 5 нанометров. Это очень маленькая величина. В 2025 году ожидается уже 1 нанометр. А размер атома — это 0,1 нанометра. Получается то, что мы уже упираемся в границы. То есть размер транзистора уже некуда уменьшать. То есть он не может быть меньше, чем атом. И таким образом возникает необходимость в создании каких-то новых вычислительных устройств нового поколения. Вот в 2014 году вышла одна очень интересная статья в престижном научном журнале Science. Авторы этой статьи, это вот профессор Ингета с коллегами, заявляют то, что они разработали материал, который умеет выполнять сложные математические операции. По сути, Ингета с коллегами смогли избавиться от традиционного компьютера и заменили его на некий такой хитрый материал, который здесь вот показан так схематично в виде человеческой головы. Такой класс материалов они назвали вычислительный метаматериал. Мы сейчас запомним вот это понятие, вычислительный метаматериал, и о том, как они работают и из чего они сделаны, мы вернемся чуть попозже. Сейчас я хочу поговорить о том, что вот эти устройства, они были аналоговые и работали не с электронами, а с фотонами. Классические компьютеры, которые у нас у всех есть, они цифровые, то есть они работают с дискретными значениями. Это вот 0 и 1, вот они работают так. Аналоговые компьютеры, они наоборот работают с непрерывным диапазоном значений. Примерно до 1960-х годов самые мощные вычислительные устройства были аналоговые. А сейчас уже все стало цифровым. Многие даже в жизни ни разу не слышали то, что существуют или существовали аналоговые компьютеры. И может показаться то, что они давно позабыты. Но скоро может все измениться. Вот самый первый известный нам аналоговый компьютер был создан примерно за 100-200 лет до нашей эры. Так называемый антикитерский механизм был обнаружен на месте крушения древнего корабля. Рентгеновское сканирование показало то, что внутри находятся 37 сцепленных шестеренок. Вот как здесь показано. Размеры этих шестеренок подобраны таким образом, чтобы движение, вращение вот этих частей механизма описывало движение небесных тел. То есть, вращая вот этот механизм, можно определять положение Земли, Луны, Солнца на десятки лет вперед. И тем самым, например, предсказывать затмение. И получается, это вот такой был древний компьютер, аналоговый. Здесь вот примеры других аналоговых компьютеров. Может, старшее поколение еще помнит. Есть такая вот логарифмическая линейка. Это тоже аналоговый компьютер. Она позволяет производить деление, умножение. Здесь вот еще другие различные устройства. Вот эти устройства, когда они были в своем пике развития, они использовались для решения сложных систем дифференциальных уравнений. Такие вот уравнения, они описывают поведение различных физических систем. Ну, например, решив вот это уравнение, можно предсказать приливы и отливы. Или, например, решив такие уравнения, можно решить задачу, как вот воздух обтекает крыло. То есть можно так проектировать крыло самолета, например. Вот. Но вот эти аналоговые устройства такие были вытеснены цифровыми. Здесь вся проблема была в том, что движение вот таких всяких механических частей, этих аналоговых компьютеров, оно очень медленное. И вдобавок ко всему, такие аналоговые устройства, они очень громоздкие, их вот так просто в карман не положишь. Вот. И поэтому мир сейчас полностью перешел на цифровые устройства, которые более компактные и более быстрые. Более совершенные аналоговые устройства в 60-х годах, они были основаны на электрических цепях, но они тоже проигрывали цифровым. Поэтому сейчас у нас у всех цифровые компьютеры. И интерес, может на самом деле показаться, то, что вот аналоговые компьютеры давно канули в небытие и всеми позабыты. Но это не так. Сегодня интерес к аналоговым компьютерам возродился благодаря развитию фотоники. Вот классические компьютеры цифровые, они работают, они основаны на том, что они управляют током, то есть электронами. Поэтому название электроника. А фотоника занимается управлением светом, то есть фотонами. И фотоника имеет ряд неоспоримых преимуществ над электроникой. Это очень хорошо проявилось в том, как мы сегодня передаем информацию. Мир сегодня полностью отказывается от таких электрических кабелей и переходит на оптоволокно. Если у вас дома есть высокоскоростной интернет, то получаете вы его по оптоволокну, а носителем информации является не электрический ток, а свет. Вот это вот фотоника. Свет имеет намного большую частоту и поэтому может передавать информацию на порядке быстрее, чем электрические импульсы. Также свет практически не поглощается в оптоволокнах, поэтому расходуется намного меньше энергии. То есть такие устройства имеют намного меньше энергопотребления. И казалось бы, что есть вот все благоприятные условия, чтобы создать оптический компьютер. Но проблема в том, что в отличие от электронов фотонами очень тяжело управлять. чтобы создать оптический компьютер, надо как-то научиться управлять светом. Вот первые аналоговые компьютеры, они были очень похожи на электронные компьютеры. Но вместо транзисторов там использовались различные оптические инструменты. Это вот всякие линзочки, призмочки, зеркала и так далее. Однако такие оптические компьютеры не получили никакого распространения, потому что вот эти устройства, они по-прежнему очень громоздкие. весь компьютер получался размером с комнату. И от них отказались. И вот группа профессора Ингеты, о которой мы говорили в начале лекции, они предложили новое поколение оптических компьютеров. Их идея заключается в том, чтобы избавиться от вот таких вот громоздких оптических инструментов на тончайшие пленки. И хотелось бы, чтобы такие пленки могли выполнять все те же самые функции, как вот эти устройства. Как сделать так, чтобы пленочка могла фокусировать свет, как линза? Ведь линза же, она выпуклая, нужна какая-то форма, а пленочка, она такая плоская. И вот такая вот возникает научная задача, как сделать вот такую хитрую пленку. И решением этой проблемы стало использование метаматериалов. Мы постепенно подходим, да, к нашей главной цели, к вычислительным метаматериалам. Вообще само по себе понятие метаматериалы, оно возникло независимо от всей этой истории с аналоговыми вычислениями. Метаматериал представляет из себя вот такой вот массив наночастиц. Ну, например, из наночастиц из золота. Это очень похоже на тот конструктор из атомов, о котором мы говорили в начале лекции, да? Только здесь вместо атомов используются наночастицы. Как я уже говорил, например, наночастицы из золота. Понятное дело, что вот такой вот материал из наночастиц намного проще сделать, чем материал из атомов. Оказывается, то, что если взять вот эти наночастички правильной формы, например, подковки или пружинки такие, и сложить их правильным образом, то есть сделать правильный конструктор, то можно заставить свет распространяться так, как нам надо. Вот как, например, здесь показано. Да, свет фокусируется. И видно то, что здесь вот такие вот хитрые частички в виде крестиков выложены. То есть мы смогли вот эту проблему решить. Идея вычислительного метаматериала заключается в том, что надо сконструировать вот этот конструктор таким образом, чтобы свет, прошедший через этот метаматериал, был равен выполнению некой наперед заданной математической операции над падающим светом. Ну, например, как здесь показано, взять производную, если кто-то еще уже проходил производную. Вот такая вот сложная математическая операция. Ну, давайте рассмотрим на конкретном примере. Как работает наш вычислительный метаматериал. Вот у нас есть какое-то изображение, вот такие четыре буквы. И мы с помощью проектора проецируем это изображение на наш метаматериал. Свет проходит через него, и мы получаем на камере вот такое вот изображение. Вот математики и физики сразу бы догадались, что вот это изображение является ничем иным, как результатом выполнения операции взятия производной над вот этим изображением. Но это может быть как-то сложно пока звучит для неподготовленных зрителей, но это так. И это, кстати, результат реального эксперимента. И если присмотреться, то пропустив вот такое изображение через наше устройство, мы смогли определить, где края у этого устройства. Мы видим только края букв. И вот такие устройства, они получаются очень полезны в технологиях машинного зрения. То есть вот у нас едет какая-нибудь Тесла, там Автопилот. Вот она работает примерно так. Она определяет только, где находится край объекта, там пешехода или другой машины. Очень важно, что вот в этом устройстве работает аналоговый принцип. Вот в наших обычных компьютерах как происходит? У нас есть какой-то сигнал. Вот это вот, допустим, изображение. Он преобразуется в гигантский массив единицы нулей. Далее этот массив идет на процессор. Процессор производит над этим гигантским массивом последовательно. То есть он последовательно совершает над единицами и нулями какие-то логические операции. И далее мы получаем новую последовательность единицы нулей. И далее она преобразуется опять в аналоговый сигнал. И мы видим вот наш результат. А в случае аналоговых устройств мы просто проецируем изображение. То есть свет просто проходит через этот материал. И мы сразу получаем результат. То есть со скоростью света. Здесь это очень долго все происходит. Преобразовать нули, единицы. Обработать, опять преобразовать и так далее. А здесь это происходит со скоростью света. То есть свет просто проходит, и мы получаем сразу результат в одно мгновение. Вот это и есть главное преимущество аналоговых устройств. Таким образом открываются просто гигантские перспективы для развития аналоговых вычислительных технологий. Есть все полагания ожидать. То есть можно ожидать со всей уверенностью, что вот эти аналоговые устройства смогут преодолеть все трудности, с которыми столкнулись обычные наши цифровые компьютеры. То есть мы сможем повысить производительность вычислений, то есть мощность компьютеров, и уменьшить их энергопотребление. Развитие вот таких технологий высокопроизводительных вычислений оно даст мощный скачок к развитию вот этих технологий. Это машинное обучение, анализ бигдата, моделирование сложных систем, всяких квантовых или биологических. В заключение я вот хочу перечислить задачи, какие сейчас стоят перед научным сообществом. Первое — это увеличение точности. Вот аналоговые устройства, они очень чувствительны к помехам. И поэтому эту проблему надо как-то решать, то есть увеличить точность. Второе — здесь смысл в том, что аналоговые устройства, они очень узкоспециализированы. То есть на них не запустишь там Word, например. То есть они заточены только под какую-то конкретную задачу. Например, вот поиск краев объектов. И этот материал сможет решать только эту задачу. Или, например, там какую-то другую. То есть оно очень узкоспециализированное, в отличие от универсальных электронных компьютеров. И сейчас ученые бьются над тем, чтобы сделать такие аналоговые компьютеры тоже универсальными, чтобы мы могли условно запускать на них тоже Word. И чтобы запускалось это очень быстро. Ну я так условно говорю, да, то есть какие-то сложные задачи могли быстро решать. А также простота. Это вот такую вот структуру. Ее вообще очень сложно изготовить. Там пойти условно на завод и сделать вот такой объект, где наночастички очень маленькие. Это очень сложная задача. И поэтому сейчас ученые работают над тем, чтобы сделать как можно проще эти устройства. Да, и давайте вернемся к нашему изначальному вопросу. Могут ли материалы думать? Да, как здесь вот яблоко упало на Эйнштейн, и он смог что-то придумать. Может ли яблоко упасть на материал, и материал что-то придумает? Ну я, пожалуй, оставлю этот вопрос открытым. Хочу всех поблагодарить за внимание. Хочу поблагодарить организаторов и Казанский федеральный университет за то, что они проводят такие мероприятия. Я думаю, это очень полезно будет для школьников. Также я пользуюсь возможностью, вот оставлю свой e-mail. Мы в нашу лабораторию привлекаем талантливую молодежь, чтобы они присоединились к нашим исследованиям вот этих вот таких вот аналоговых технологий. Так что все, кто заинтересовался, пишите мне на почту. Меня зовут Харитонов Антон Викторович. Все, всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...